Привет, друзья! Это последние новости с фронтов Украины. Итак, почти вся территория Луганской области взята под контроль ЛДНР и российской армии. 92%! О чем Шойгу уже доложил Путину. И последний крупный город, который был взят российскими и союзными им войсками, это был Лисичанск в Луганской области. Там сейчас осталось еще несколько небольших поселений, и по сути вся Луганская область, можно сказать, под контролем ЛНР и России. И вот заявление Кадырова о полном бесповоротном взятии Лисичанска российскими войсками. Ас-салам алейкум! Это опять я, опять со своим телефоном и с таким настроением я вам объявляю, Лисичанск наш. Наши подразделения находятся в центре города Лисичанска. Так что поздравляем! Слава России! И взятием Лисичанска уже согласились даже украинские СМИ и украинский генеральный штаб, украинские официальные лица. Причем несколько дней назад я делал сводку, где показывал, как один из кадыровских командиров Аптео Лаудинов уже заявлял о взятии Лисичанска. Но тогда Арестович, тогда украинские СМИ кричали, что это все русские фейки, что это все бред, что и про Северодонецк то же самое говорили, а там потом чуть ли не дрались, сколько-то там две недели. Но прошло буквально один-два дня и украинские все СМИ признали, что действительно Лисичан взят. Аптео Лаудинов оказывается не врал. И вот это заявление Кадырова оказалось как бы правдой. То есть тут даже спора уже не возникает. Естественно, после взятия под контроль всей территории Луганской области, а уже там осталось буквально несколько населенных пунктов, и в принципе, если цель полной взятия под контроль Луганской области у российских войск и ЛДНР стоит, то, конечно же, они скорее всего это выполняют. То есть крупных фурпостов там по большому счету не осталось. И теперь, естественно, российские войска и ЛДНР будут сосредоточены на Донецкой области. Вот как раз в ближайшее время там сейчас будут сильнейшие бои. Как только российская сторона и ЛДНР перегруппируются, подготовят план, скажем так, атаки по позициям ВСУ в Донецкой области, там начнется полномасштабная заруба. Хотя, в принципе, там и сейчас не стихает. Давайте сейчас с вами детально по карте разберемся, что за последние сутки произошло на театрах военных сражений в Донецкой области. Последняя сводка по фронтам Украины. В Донецкой области, а конкретно на северском направлении, военные силы Российской Федерации продолжают обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. На славянском направлении войска Российской Федерации пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений. Россия ведет штурмовые действия в районе Краснополья. А на Донецком направлении основные усилия армии Российской Федерации сосредотачиваются на взятии под контроль дороги Бахмут-Лисичанск и попытках овладеть населенным пунктом Белогоровка. На Краматорском направлении продолжаются бои в районе Белогоровки. На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации Российская армия вела штурмовые действия в районах населенных пунктов Спорная и Вершина. Бои там сейчас даже продолжаются. На Донецком фронте по сообщениям народного депутата Украины Гончаренко ВСУ вернули под контроль село Сладкое неподалеку от Волновахи. Но верит ли Гончаренко, тут уже вопрос к вам. Напишите, кстати, в комментариях, верите ли вы Гончаренко. Также российская армия ведет упорную контрбатарейную борьбу на направлении Бахмута. Ранее назывался Артемовск. И, судя по всему, в ближайшее время именно на Донецкую область, на позиции ВСУ в Донецкой области будет обращено все внимание российской военной машины и союзных им ЛДНР. А, соответственно, с вниманием будет обращена и вся мощь артиллерийских систем залпового огня, техники в целом, авиации, высокоточного оружия и так далее. И начнутся действия по взятию под контроль непосредственно территорий Донецкой области. Конкретно тех населенных пунктов, которые, по сути, все эти 8 лет заливались бетоном, укреплялись и так же тяжело, как прорвались в Луганской области. По сути, то же самое ждет и в Донецкой. Ну, вероятно, там будет еще тяжелее. После полного взятия под контроль территории Донбасса, если это получится, скорее всего, конечно, получится. Потому что, даже по заявлениям украинской стороны, у российской стороны больше техники, превосходство в технике, особенно в реактивных системах залпового огня. Несмотря на помощь западных стран, все равно Украина пока уступает. Более того, Украина 100% проигрывает в воздухе. Украина проигрывает, ну, да во многом Украина проигрывает. Почти во всем. Но, кроме численности, поскольку еще месяц назад президент Зеленский заявлял, что численность украинских войск уже достигла 700 тысяч, об этом и Арестович говорил, и за этот месяц они только увеличивали вербовочную деятельность, людей раздавали повестки, грибли в армию, как только могли. Поэтому я не удивлюсь, если уже численность украинской страны доходит до миллиона. Ну, может нет, пока еще официальной такой позиции нету, но, судя по всему, Украина и ее союзники готовы отмобилизировать буквально все население Украины на конфликт против Российской Федерации, против ЛДНР, о чем уже открыто заявляют даже официальные лица украинской власти, такие как Гайдай, которые, в принципе, говорят, что Украина готова вести войну до последнего. Приблизительно то же самое говорил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, когда заявлял, что Украина готова воевать до последнего украинца. И сейчас военно-политическое руководство Украины, в принципе, где-то уже, где-то уже и открыто даже заявляют, что да, будут мобилизировать почти все мужское население, будут мобилизировать часть женского населения, законодательная база под это уже подведена, поэтому будут буквально всех. Сегодня вся страна должна стать на войсковой рейке и воевать 0 передок линии фронта. Есть все шансы, что война затягнется. Тогда все люди, ну, хорошо, переважно больше людей, которые имеют не только наиболее здоровье, а, скажем так, базовое здоровье, будут служить в войске. Не просто служить, а воевать. И очень большая часть женщин, которые будут воевать, потому что тем войскам, которые сегодня на передовом, им тоже будет нужна замена. И эта замена не потому, что кого-то там будут убивать, або поранять. Конечно, без этого не обойдется. А потому что войскам элементарно нужно будет восстановиться и отдыхать. И это такой круглый обеих войск в природе. Как видим, военно-политическое руководство Украины готово сражаться, по сути, до последнего украинца. Уже, как я говорил, до 700 тысяч дошла украинская группировка войск, об этом заявлял Зеленский. Это было месяц назад, сейчас этого еще больше. Для сравнения, российской стороны, ну, вместе с ЛДНР, ну, ну, 300 с чем-то тысяч, даже до 400 не доходит. Я думаю, может быть, даже еще и меньше. Ну, то есть, значительно меньше. Более чем в два раза превосходство числено именно на стороне украинской армии. Но техники у них меньше, как я уже говорил. Да, ленд-лиз, да, идут поставки техники из-за рубежа, но из-за страшнейшей коррупции, из-за страшнейшего распила бюджета, большинство этого оружия не доходит, попадает куда-то на черный рынок, оно разворовывается, о чем уже пишут и европейские, американские издания. То есть, эта коррупция играет просто страшнейшую для Украины. И куча политических и военных обозревателей и аналитиков самой Украины, тот же Олег Соскин, постоянно критикуют и говорят, что, ну, напередок до тех частей, которые стоят на нолее и воюют, никакое оружие не доходит. Но попадает каким-то там националистическим подразделениям, там, Азовом, Боцманом каким-то, Белецким, которые вообще не на фронте. Они сидят в тылу, просто занимаются каким-то мародерством, грабежами какими-то. То есть, охране. Авакова, Ахметова, олигархов, которые просто отстаивают их бизнес-интересы. А вот до тех, кто реально сражается на передке, на нолее, до них оружие не доходит. Их руководство, как по военной, так и политической части, просто все это распиливает и разворовывает. Не то, чтобы это даже слив, это просто воровство, это просто жадность, это просто вот украинский народ оставил в тылу олигархов. И со всеми, естественно, плачебными для этого последствиями. Да уже и все эти арестовичи, и все эти гордоны говорят, так одержи это все оружие, его вроде как оно и есть, все о нем говорят, но его по факту все разворовывают, пилят. И по факту на фронте его нет. Ну, какие-то единичные экземпляры, все постреляли, там по телеграм-каналам запустили, там все информационная победа. А в реальности, в тех объемах, которых это надо, действующей киевской власти, этого нет. Хотя еще не ясно, что им надо, может они уже где-то договорились, слились, продались. Я ничему не удивляюсь. Понимаете, когда у власти олигархи, и премьер-министры, и все официальные лица, это просто их марионетки, ничему удивляться вообще нельзя. У олигархов нет никаких национальных интересов, у них нет чести, совести, рода, племени, религии, у них нет ничего, кроме своих меркантильных, финансовых, грязных, отвратительных интересов. Украина уже 30 лет под властью всех этих олигархов котится на дно. Население с 52 миллионов сократилось меньше 35, это даже по официальным данным, по неофициальным, там все еще хуже. И никаких просветов нету, и ожидать чего-то при власти олигархов, что будет что-то лучше. Украинский народ оставил олигархов в тылу. И в 2014 году, из-за чего как бы и все проблемы украинского народа, что его просто в тылу олигархи уничтожали. И пока украинский народ проклинал каких-то внешних, как он считал, врагов, противников, олигархи всякие, Порошенки, всякие Матиосы, всякие Аваковы, Ахметовы, создавали свои бандформирования, свои нацкорпусы, свои нацдружины, свои вот эти все эти С-14, Азовы, все остальное. Свою охрану, своих тетушек, своих бойцов. И просто перераспределяли имущество. Просто барыжили. Плевать им на ту страну. Если им будет выгодно, они ее просто сольют. Да они ее уже не первый год, в принципе, сливают, разваливают, грабят, уничтожают. И... А теперь давайте разберемся, друзья, что происходит на Харьковском направлении фронта. И разберемся детально по карте. А в Харьковской области и в целом по этому направлению военные силы Российской Федерации обороняются на ранее взятых под контроль рубежах. Также ведут штурмовые действия вблизи Сосновки. Российская артиллерия не перестает работать по украинским позициям. На севере Харьковской области украинские войска активно готовятся к наступлению военных сил Российской Федерации. Военнослужащие оборудуют позиции и минируют подступы к Петровке, Золочеву и Одноробовке. А теперь давайте также по карте разберемся, что происходит по другим направлениям фронта. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлении фронта продолжаются артиллерийские обстрелы. По южному флангу, там где Одесса и в целом вообще по югам, там без перемен. Сейчас там идет перегруппировка войск. Ну и в целом хотелось бы разобраться, что ждет Украину к концу 2022 года. Вот сейчас есть прогноз Киссинджера, где он дает три разнообразные альтернативные концовки всего этого конфликта. То есть одна из них это что останется в пределах тех территорий российская зона влияния, которая отойдет к ЛДНР и к российской стороне. Вот та, которая сейчас уже взята под контроль. Другой вариант он говорит, что они там Крыму прорвутся, украинские войска там вернут Крым. Другой вариант там еще какой-то получается. Но я думаю будут даже не эти варианты. Скорее всего Украину. Вот так как сейчас не могут найти консенсуса, не могут договориться. Дело ведь в том, что Путин всегда предупреждает и всегда следующее предложение Путина оно тяжелее, сложнее и хуже предыдущего. То есть если сейчас не могут договориться на том, что есть, соответственно дальше после взятия под контроль Донецкой области российские войска и ЛДНР начнут формировать новые линии фронта. О чем уже заявила военно-политическая руководство ДНР в лице главы этой республики. Признанной Россией и не признанной Украиной и ее союзниками. А новые фронта это что означает? Это означает, что по южному направлению начнутся новые действия. Возможно продвижение в сторону Николаева, Одессы. Скорее всего начнется даже с Харькова, Днепропетровска, Запорожья. То есть по всем направлениям будут новые фронты организовываться, будут новые движения идти. И все это не закончится вот так, как сейчас и так, как сказал Киссинджер. Скорее всего следующее предложение Путина будет еще сложнее, еще тяжелее. И до 2022 года, если вот так все будет развиваться с тем контингентом вооруженных сил, которые сейчас там задействованы российской стороны, ну я не знаю, вот сами напишите в комментариях, предположите, сколько ЛДНР и российские войска могут взять. Несмотря на численное превосходство со стороны Украины, но, как я уже говорил, со стороны российской, это авиация, это больше артиллерийских систем залпового огня, больше техники в целом, то есть и даже несмотря на численное превосходство российская страна и ЛДНР проводят атакующие действия. В принципе, как это показала Луганская область, они медленно, но уверенно проходят вглубь украинской территории. И останавливать это движение, судя по всему, никто не собирается. Какие-то попытки договориться были, но, как я понял, российскую сторону несколько раз обманули и кинули, что приведет, как я уже сказал, к открытию новых фронтов и отделаться вот так, как сейчас, договориться для украинской стороны, скорее всего, как я скромно предполагаю, будет уже сложно. То есть будет все сложнее и сложнее и все больше и больше украинских территорий будет попадать под контроль российской стороны. Чем раньше Украина сможет договориться, чем раньше западные союзники смогут договориться, тем, в принципе, для Украины и ее текущего военно-политического руководства будет лучше. Поэтому я вот так предполагаю. Ну, я, наверное, сниму детальный ролик с обзором на тему до конца 2024 года, что ждет Украину. Разберу основные, скажем так, предположения западных разнообразных наблюдателей, военных, того же Киссингера детально разберем и я свою концепцию более детально разложу. Но это смотрите уже в следующих видео, а сейчас нажимайте палец вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, бейте в колокол, клацайте на него и сразу же вкладочку все, чтобы все повещения с моего канала к вам приходили. Свои военные сводки я всегда с нейтральных позиций, для того, чтобы максимально объективно показать непрепарированную информацию и вы сами смогли логически прийти к выводам непредвзятым, просто наблюдая факты. В целом сводки делать очень тяжело, вот ролики со сводками для меня намного сложнее, чем любые другие ролики. То есть в тех роликах я, во-первых, себе позволяю свою позицию какую-то, в военных роликах, в военных сводках я себе не позволяю своей позиции, полностью нейтрально делаю. И делать их очень сложно, когда особенно делаешь нейтрально, то есть надо брать разнообразные сводки украинской страны, США, британских каких-то наблюдателей там британской разведки, европейцев, российской страны, лднр-овцев, то есть все это суммировать, собирать, отсеивать какие-то фейки, все это через себя пропускать, изучать все это, потом налаживать карты на свой текст, весь текст детально прописывать, все просматривать, разбираться в ситуации, это очень тяжело, у меня каждый такой ролик занимает более, наверное, пяти часов, причем, если его делать сильно долго и затягивать с материалом, то ролик теряет свою актуальность, объективность, как бы он устаревает, поэтому очень сложно делать, делаю для вас, потому что знаю, что вам важно, вам интересно, что происходит там, более того, много кто от всего этого непосредственно страдают, или страдают члены его семей, поэтому этот труд я делаю для вас, ничего, по сути, за него не получая, не имея, мне сложно, я не высыпаюсь, я на самом деле работаю, то есть, я рабочий, трудовой человек, я тренироваться сейчас почти не успеваю, потому что я попросту не высыпаюсь, работа, в церковь стараюсь ходить, и как бы вот эти ролики, они из меня просто высасывают все соки, особенно ролики, сводки военные, сейчас военные действия немножко не в таком ключе, бьют вот в таком, прям вот активном, поэтому я чуть-чуть реже их начал делать, но если события начнут развиваться более стремительно, я начну, естественно, по мере поступления большего количества материала, делать большее количество роликов именно по этой тематике, так что, как-то так, еще раз говорю, нажимайте палец вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, с вкладочкой все, до новых встреч, друзья, и смотрите следующее видео.